Амурские спортсмены Амурские спортсмены приняли участие в ежегодных соревнованиях по хоккею с мячом в рамках 24-й комплексной спартакиады городов Преамурья. На стадионе Амур сошлись команды из Свободного, Шимановска, Белогорска и Благовещенска. Первенство примечательно тем, что участие в нем приняли не профессионалы, а те, кто любит играть в хоккей в свободное от работы время. Такие встречи становятся все популярнее, отмечает председатель региональной федерации хоккея с мячом Роман Леденев. В этом году, конечно, у нас с участниками немного уменьшился. Четыре команды всего играют, но это нам не мешает популяризировать данный хоккей, потому что это доступность, это спорт, это движение. По итогу первенства золото завоевала команда хоккеистов-любителей из Благовещенска. Серебро взял свободный, бронза досталась Белогорску, четвертое место заняла команда из Шимановска. Благовещенские баскетболисты боролись за победу в ежегодном чемпионате города. Клуб «Аметист» принял на своей площадке команды Политехнического колледжа, ветеранов городского баскетбола Мухаммед Али, Аметист БГПУ, сборную Дальгау и молодую команду Ураган. По результатам состязаний первое место завоевала команда Политехнического колледжа, второе у команды Мухаммед Али, на третьем разместилась молодая команда Ураган, четвертое и пятое место разделили баскетболисты Дальгау и Аметист БГПУ. Еще в областной столице прошли чемпионат и первенство при Амуре по силовому троеборью. Лучшие атлеты собрались в спортивном клубе «Олимп». На состязания спортсмены приехали из Зии, Тынды, Белогорска, Свободного, Райчихинска, а также из других районов. По итогам турнира среди мужчин и женщин первое место заняла команда из Благовещенска. Среди юношей в троеборье золото взяли спортсмены из Екатерина Славки. Ежегодный полумарафон «Бег мечте лед» прошел в селе Ивановка. Местом старта для 150 бегунов стала ледяная гладь местной дамбы. Организатором выступил клуб «Бег мечте». По результатам первенства на дистанции 5 километров лучший результат показали Евгений Гулевич и Анна Сергеева. 10 километров первыми преодолел Виктор Скударнов и Софья Останина. Ну а 21 километр быстрее всех покорил Александр Токмаков и Лидия Жукова. За участников на месте болела наша корреспондент Евгения Хмелева. Так был дан старт для амурских любителей бега. Веселые, заряженные на победу с горящими глазами, жители при Амурье не испугали холода и сильный ветер. Спортсмены разминались танцами, соревновались, ели традиционное блюдо полевой кухни и пили горячий чай. Все это организовал клуб «Бег к мечте», который работает в области с 2017 года и привлекает в свои ряды все больше и больше активистов. На этот раз участники бежали дистанцию по льду дамбы в Ивановке. Состою в этом клубе и занимаюсь бегом уже вместе с ними три года, четвертый год. Ну непосредственно в таком мероприятии я принимаю участие четвертый раз у нас здесь, в Амурской области. Марафонцам предлагалось преодолеть одну из трех дистанций от 5 до 21 километра. Бежали неторопливо, наслаждаясь любимым видом спорта. Среди участников амурчане от 10 лет. Бегуны всех возрастов и профессий, профессионалы и любители. Один из победителей – курсант первого курса Дальневосточного высшего военного училища. Учеба не помешала ему подготовиться и принять участие в забеге на 5 километров. Приложил максимум усилий и вот сегодня я показал себя, занял первое место. Результатом в принципе доволен. На марафоне царил настоящий спортивный азарт. Один из призеров Роман Щетников делится. Даже Пари заключил, что к финишу придет быстрее. Но призовое место сопернику все же уступил. Я вот не первый раз участвую в ледовом пробеге. Организация здесь вообще хорошая, мне нравится. Атмосфера благоприятная. Вообще, ну правда ветерок, но ничего. Соперничество с каждым годом все улучшается, улучшается. Такие забеги в Преамуре проводятся каждый год, собирая все больше и больше участников. Цель – развитие массового спорта в регионе и пропаганда здорового образа жизни. Евгения Хмелева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Они просто покупают Президент. Это современная кальциевая технология с содержанием олова и серебра. С инновационной решеткой пластин и защитой активной массы нетканным волокном. Президент имеет технологии АГМ и ФБ мировых стандартов. Бесплатный сервис по установке, проверке и зарядке. Гарантия 4 года. Спрашивайте в автомагазинах города и области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова